Всем привет, дорогие друзья! С вами Фигинг, канал Фигакс, и это пятая серия кооперативного прохождения игрушки MechWarrior 5 Mercenaries. Сегодня наш отряд наёмников отправится ближе к центру внутренней сферы, и мы будем постепенно перемещаться к территории Дома Ляо для того, чтобы продолжить выполнение сюжета. Приятного просмотра! Поехали! Ну что, наконец-то снова мы находимся в инженерном отсеке нашего Леопарда, хотя какой он инженерный, это просто общий отсек для всех. И, собственно говоря, да, мы тут немножечко пообсуждали с ребятами на тему того, а каково это на протяжении всей длительности вот этой вот игры жить на Леопарде, жить постоянно в космосе. Но что самое смешное, гравитация здесь присутствует, да, поэтому, наверное, можно предположить, что всё-таки Леопард, он присаживается на те планеты, на которых мы находимся. Хотя, если нажать кнопочку Tab, мы увидим, что мы крутимся где-то, да, там, даже не ноги, а стационарные, а просто на высокой орбите той планеты, где мы находимся. Ну, гравитация, откуда здесь гравитация? И по положению нашего космолёта, да, ну, у нас должно было бы, если бы какие-то силы притяжения действовали бы на нас, у нас должно было бы укладывать несколько вправо, а не вниз, как это выглядит, да, то есть как это выглядит сейчас. Ну, ладно, эту загадку, я думаю, мы разгадаем когда-нибудь потом, вот, а сейчас мы поедем, будем воевать, и воевать я опять буду не один. И, в общем-то, в этот раз нам присоединятся уже известные всем нам, вам, вот таким вот всем товарищи Echo Five и Волчек. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Вот, и, да, вот Волчек вот очень забавное движение совершает кораблю. Ну, что ещё сделать на корабле, потому что, да, интерфейса, в общем-то, особо-то и не появилось для гостей в кооперативе, но, надеюсь, что скоро допилят, потому что там в январе, обещают, очень большой, серьёзный патч, вот, а январь уже совсем скоро, вот, возможно, когда вы смотрите это видео, уже наступил январь, поэтому, да, там патч к конце января 2020 года должен быть. Вот, и новый игрок у нас сегодня, это Этрик, Этрик, привет. Всем привет. Вот, слышим, вот этот вот замечательный голос, вот, я по нему периодически скучаю, но, наконец-то, да, он снова появляется на наших видео, на наших стримах, вот, и мы будем, в общем, стартовать совершенно с того же места, на котором закончили в прошлый раз. И вот сегодня маленький момент, и в комментах к нашему видео, и, в общем, в беседах в некоторых пабликах ВКонтакте есть, скажем так, запрос на то, чтобы мы озвучивали больше интересных исторических фактов, да, то есть каких-то лорных моментов в наших видео. Вот, и это очень приятно, да, то, что, ребята, вы об этом пишете, и то, что вам это интересно, да, и мы вам обязательно об этом расскажем. Подумаем, в каком формате это будет интересно сделать здесь, потому что, ну, сходу не понимаю пока, да, вот, почитал ваши комментарии сегодня, и в этот же вечер фактически пошел писать видео. Все, ну, обязательно что-нибудь сделаем, и каких-нибудь интересных вещей, может быть, даже какие-то диспуты, или еще что-нибудь набросим. Более того, если у вас есть какие-то, там, не знаю, там, вопросы, какие-то пожелания, там, обсосать какую-то определенную тему, вы можете, в принципе, тоже комментарии, в комментарии к этому видео закинуть, вот, и мы подумаем, и тоже во время съемок какого-нибудь лицплея на определенную тему подискутируем. Постараемся, правда, это сделать несколько более точно, чем мы сделали с товарищем Гранером пару серий назад, вот, ну, то такое, да, то во время боя мы немножечко зажигали, ладно. Возвращаемся к тому, что мы хотели сделать. Вот, мы находим сейчас в системе Дэвид на линии фронта между Синдикатом Дракона и Федерацией Солнц, вот, и думали мы полететь либо в пограничную зону дома Дэвиан, либо сразу в промышленный хаб, который находится вот на линии Маркапска от Галатия, не путай с Галатей, да, это несколько другая планета, и Мурчисон. Некоторые из этих планет, вот, Альнаир, что здесь еще было, да, дальше туда посмотреть, Альнаир, Альтаир, Таокита, Сафиль, Йори, это те системы, которые мы посещали, играя в BattleTech, вот, ну, ладно, они тоже далеко, и вот к Терри куда-нибудь мы залетим. Кстати, посмотрите, да, на Терри, к сожалению, повоевать не удастся, это промышленная зона, вот, там можно только что-то прикупить, перезарядиться, подемонтироваться. Вот, по тому запасу, по тому ростеру, который у нас сейчас есть, у нас есть 5 боеспособных мехов, HB4G чинится, и я хочу покататься на нем, я хочу взять 20-ю автопушку, вот, это мы сделаем чуть-чуть попозже, а я хочу с 20-й автопушкой погонять, потому что мне нравится куча, куча Альфы в одну точечку, вот, ну, это будет чуть-чуть позже, сейчас мы, наверное, пойдем сразу воевать, сразу, наверное, прыгнем в систему Ronald, это два прыжка, это 20 дней, делаем перелет и будем делать, посмотрим разведданные, что у нас там будет, а где по контрактам-то посмотреть? Блин, где-то же здесь можно было, посмотри, по контрактам, что там будет? М? Ну вот, я нажимаю разведданные, а вот, показывает только один контракт, контракт разрушения, хотя, если я смотрю на карте, а, здесь черный рынок, разрушения и миссия с высокой наградой еще есть. Ладно, прыгнем туда, может быть, мы, а я не могу ее принять, им надо долететь, долетели. Берем курс, первый прыжок, погнали. Держим курс на систему Медузы. Снова смотрим эту замечательную анимацию полета, и сейчас на черном рынке попробуем, может быть, сразу 20-ю автопушку сожрать. Так, у нас есть сообщение, предатель, мы можем поработать на дом куритый, с которым у нас отношение, в принципе, не очень, и мы получим какую-то награду, да, то есть, 3 случайных предмета, ну, как, псевдо-случайных предметов, со знаками вопроса. Вот, мы эту миссию примем, нас отправят в другую систему, и сейчас мы... Да, нас отправляют систему в Тигрис. И здесь мы сейчас получим еще два контракта. Да, вот есть миссия предатель, которую можно выполнить здесь. Ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Можно будет поделать еще миссию за дом Ляо и поссориться немного с Девианами. Приобрести репутацию с Ляо, а нам с Ляо репутацию приобретать нужно, потому что дальше мы двинемся на территорию как раз дома Ляо, и вот сюжетная миссия следующая у нас в системе ХСИЕН есть. В принципе, да, по ходу сюжета мы будем двигаться по часовой стрелке по внутренней сфере, и в конце концов вернемся сюда, обратно, в синдикат дракона, но это будет сильно, сильно позже. Так, давайте делать миссию предатель тогда от Дом Куита против Дома Девиан. Максимум все, наверное, закинем в добычу, хотя не факт, что это правильно сейчас. И вот наши 200 тонн у нас есть. У нас, в принципе, достаточно такой сбалансированный состав. Ребят, разбирайте мехи, как хотите. Мне кажется, что волчка имеет смысл посадить на Блэк Джека, потому что волчек эту машину знает очень хорошо. А также у нас есть два одинаковых инфорсера. Один из них, он на одном... И вы даже мне что-нибудь, кроме инфорсера, я его не очень люблю. Ну, что у нас еще есть? У нас еще есть из готовых мехов файр-стартер. Мне кажется, инфорсер лучше. Не, я уж файр-стартер возьму. Я тебе на нем ДПС больше выдам. Хорошо. Как скажешь. Главное, не потеряй там ничего. Ну, типа головы конечности... Я специалист не теряй. Ага, хорошо. Сказал мой Гаус. Мастер не теряй. Я этого Гаусса не потерял. Мальчики, ну хорош вот эти вот, вот эти вот, эти самые. Ну хорош, хорош. Потом, потом, потом поговорите. Волчек, нажми, пожалуйста, кнопочку. И давайте поедем повоюем. Первая сегодняшняя высадка. Планета Ронал-8. И делаем мы задание за дом Куриту против дома Девиунов. Это специальное событие с повышенной наградой. Так, давайте-ка направо. На правую точку. Ее, в общем-то, лучше видно. Если мы здесь не факт, что сможем взять и спуститься, посмотрим. Можем мы здесь спуститься? А кто там у нас в хвосте? Все, есть контакт. Да, спускаемся аккуратно. Прям вот очень аккуратненько спускаемся. Меня несет вниз. Так, два попадания из автопушки я получил. В руку и в центральный торс. Ну, в общем, броньки-то еще дофига. Вторые автопушки, несмотря на то, что у них подняли ДПС для того, чтобы кто-то ими пользовался в компьютерной игре, они все равно наносят не очень много повреждений. Здесь цели нет, а там следующие надо. Так, там куча целей. И меха я вижу здесь, ребят. У нас спавн практически на нас возник. Ладно, будем сейчас потихонечку разбираться с этим безобразием. Очень много врагов на квадратный сантиметр. Партизан, партизан. Бил. Отлично, красавцы. Куда он бежит? Они же так раньше не убегали, по-моему. Не? Отлично. Первый мех уничтожен. Так, у нас в тылу еще один, ребят. Там еще один локус. Еще один локус бежит. Но он издалее. Да, это далек. Пожалуйста. Угу, принял. Так, центр торсия мы отрабатываю. Все, уничтожен. Прекрасная работа. Так, вот это вот Дувьоновский локус, который Дувьоновцы переделали под мех огневой поддержки. Да, о чем мы рассказывали тоже в прошлой серии. Это локус 1М, где у него стоят еще меньше брони и две установки пятиствольных ракет дальнего радиуса действия. Отлично. Цель уничтожена в стол. Я не знаю, я ее уничтожил или нет, но хорошо с вертушки. Закинул. Цель на роза. 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 Отлично. Сейчас будет какой-нибудь круглый мех. Рейбрек с двадцаткой. С двадцаткой? С рам-20. Так, ну близко его главное не подпускать и все будет хорошо. Так, 20 минут. Да, все. Он уже, в общем, не релевантен. Нет, нет, это маленький был. Там еще одна цель. А, это он же. Да. Он просто еще не сдох. Так, у нас там мяг где-то вдалеке зареспался. Я пока со фполом разбираюсь, который очень далеко. Да, все, разобрался. Вот. Ой, у нас еще монет. Все, цель мы разобрали. Все, мы можем попытаться завалить Спайдера. А, у нас, у нас в спине спавн, ребят. Парамк 60, работаю. 60 даже, ничего себе. Ну, ей-ей, инфорсер. Очень больно. Инфорсер, это нормальная тема для девионацев, да. Бежать в посадке или ватурнигать? Беги. Хотя лучше всего бежать, на самом деле, Эхо-файву. Есть, он уничтожен. Все, погнали. А, окей, куда? Куда-куда, домой. Идис-3. Идис-3. Еще один. Давайте Локус-1В разберем. Я и так с окненными этими. Вот, вот, еще танки. Я навелся. Все прекрасно. Все цели уничтожены. Теперь, в общем-то, с чистой совестью можно брать... А, нет, еще не все цели. Вот теперь все цели уничтожены, да. И с чистой совестью можно куда-то... Садится, Волчка, расскажи мне, пожалуйста, это там как? Не сильно пострадал? А, ропа стрела, вооружение цело. Вооружение цело, прекрасно, да. То есть повреждений лишних не нахватали. Хорошо. Остальное все можно починить. Миссия выполнена. С Дэвеном мы сейчас будем ссориться потихонечку. Финальный аккорд очень забавный сейчас прозвучал. Барабаны в конце отболбанули. Все провисло, погрузилось в какую-то тишину. Так, мы уже почти получили седьмой рейтинг. Идем дальше, смотрим. О, мы даже смотрим, сможем залутать локуста. И возьмем, пожалуй, две РБД-10. Бескипочные. Отлично. Так, по домашней смотрим. Ремонтируемся тут. У нас есть еще один доступный контракт. За Ляо разрушение, она опять же против Дэвиона. Вот это вот мне не нравится. Не хочется против Дэвиона поевать. Ну смотри, если дальше перелезать, ну как бы по тем уровням сложности, которые идут с повышающими зонами, в принципе, есть вариант докачаться, опять же, на Дэвионах. Именно на Дэвионах. До восьмерки-девятки где-то. Потом просто сразу перелететь на Марика и качаться на них против Дэвиона. То есть на Ляо забить и потом дружить с Мариками? Да. Так, ЦК-ду мы сейчас выбросим. Ханчбэк у нас пока не работоспособен. Ему нужна 20-я автопушка. И как он классно выглядит без оружия. Сейчас, да? То есть вот текстурки все очень честно нарисованы. В плече у него оружия нет, поэтому здесь просто вот заглушка стоит. Это приятно. Давайте мы пока покрасим наши цвета. Ну вот, и на этом Мехе, да, я бы с большим удовольствием покатался. Но, видимо, позже. Так, у нас 6 680 000. Мы можем продать ЦК-ду и Дженнера. Кстати, а почему нам не сделать это прямо сейчас, да? Потому что стоимость на них одинаковая. Ну, везде, вне зависимости от системы. Так, снаряжение. ЦК-да. Лям-800 мы еще получаем. И получаем мы еще 730... А, лям-300 за Дженнера. Того у нас 9808. И теоретически мы можем отсюда сейчас скакануть. Посмотреть, что за редкий мех у нас на Галате. У нас почти 10 миллионов есть. Мне кажется, на редкий мех нам должно хватить. Несмотря на то, что эта промышленная зона находится на территории Куриты, с которой у нас отношения не очень. Потом прыгать в систему Азава, Хиан и на Тайгресс. В итоге. Угу. Да, нам везде будет. Нам везде будет чем заняться. Поехали. На Галате... На Галате отлетаем. Заодно, может быть, закупим 20-ую автопушку для хачбэка. И я, наконец-то, сменю с интериона на что-нибудь еще. Очень не хватает формапы для кооперативных аэропортов. Чтобы хоть понимать, куда мы ездим. Да. Ну, будем надеяться, что это дело сделают. Там еще, кстати... Ой, фаерстартер здесь продается редкий. Нет, за что? Не то, чтобы он был нужен. Да, но у нас есть один. Больше фаерстартеров, богу фаерстартеров. Здесь еще есть Центурион и Грифон. Грифон не очень мне нравится. Короче, один ракетный слот, один энергетический слот большой. Это Грифин? Да. Грифин, Грифон. Грифин это не Грифон. Питер, Грифин. Угу. Так, все, поставили чиниться. Пойдем еще посмотрим в казармы. Есть пилот со скиллом 28 и 26. Берем. Сейчас посмотрим. У нас 21, 22, 27, 43. 21, 22. Сейчас мы их выбросим и 26, 28 возьмем. Так, где у нас 21? 21, товарищ, прошу проследовать. Воздушные шлюнсы. Капитан Дилан туда же. Вылетаем. Отваливаем. Ты ни одного пилота оставил запасного? Конечно. Угу. Так, и рынок. Магазин. Оборудование. 20-я автопушка здесь есть только стреляющая очередями. А, нет, не только стреляющая очередями. Я хочу как раз поставить себе на... Бут этого ханчбэка. Хочу себе поставить автопушку. 20-е. Что у нас там с боеприпасами? Кстати, дача, посмотрим. Что у нас с боеприпасами? Боеприпасов нет, но еще 4 тонны свободы, да? Окей. Смотрим, боеприпасы АП-20. Тонна. Тонна. Еще тонна. Радиаторы, наверное, не нужны. Четырех радиаторов хватит на это дело. А в одной тоне сколько выстрелов? 20 боеприпасов. 60 боеприпасов мне хватит на бой. Или еще десяточек накинуть? Укрес-минус должна хватить. Ну, в принципе, они не зате... Сколько тоннах, не помнишь? 26, по-моему, да? 26, да. Ну, 52-х гауссовых снарядов хватает в прийтиручку. То есть 60, так что, по идее, да, должно быть. Так, ну ладно, накинем тогда еще полтонны брони, потому что броня лишняя не бывает. И группа оружия посмотрим. Так, да. Средние лазеры во второй группе. Автопушка в первой. Ставим этого меха на ремонт и посмотрим, что еще есть интересного из оборудования. Так, пятая автопушка трехпипочная. Нам никуда не нужна. Так, ну и все, да, у нас на этом. И все. Больше ничего интересного здесь нет. Многопипочного. Поэтому отваливаем в систему ОЗАВА. По разведданным здесь есть два задания на дом Эдевионов и одно задание на дом Урида. Прыгаем. Ребят, вот какую вещь хотел обсудить. В последнем интервью с Россом Буллоком, такой вот замечательный товарищ из PGI, Piranha Games International, как там не точно называется. Простите, могу не знать правильное название, ступни и позор. Вот, удачнее обязательно в следующий раз. Он сказал, что рассматривают возможность того, чтобы разрешить игрокам в кооператив притаскивать меха из своей игры. Вот, хотел такой... Вот, что ты говоришь? Вообще классно. Вообще классно, да? То есть, вы считаете, вот ты считаешь, что это классная идея. Вот, хотел по этому поводу немножечко поспорить. Потому что, на мой взгляд, эта идея полный фуфел. Вот. Гарик, Эхо, что вы думаете по этому поводу? Ну, насчет меха я не очень согласен, но сделать что-то, скажем так, чтобы, ну, там, передачить пилоты, я не знаю, и сделать, наоборот, обратный, обратный какой-то перетаскивание из колопа. То есть, что ты играешь у друга, там, плотно неделю, потом хочешь поиграть у себя, ты привык уже в среднем, тяжелый мех. Открываешь свое, а у тебя там три поиска. И вот опять вот это вот все. На самом деле, мне даже больше кажется, что им нужно, не знаю, скорее, больше баланс навести в этом плане. Потому что, ну, скажем так, чем выше ты заладишь, тем сложнее становится в некоторые моменты. Эхо, ты можешь взять Сентурион моего, если хочешь. Зачем? Затем, что есть тоннаж свободный. Вот, да, я пойду выключу ханчбэка с 20-ой автопушкой. А так, в принципе, ну, весьма своеобразно. Во-первых, все сильно зависит от тоннажа, понимаешь? Когда ты проходишь чью-то кампанию, вполне логично, что ты будешь играть на определенном тоннаже. А, допустим, в твоей кампании у тебя там 100 тоннких стоит в ангаре, а ты играешь у друга, у которого там, извините меня, ну, 50-50 он может тебе, 50 тонн, 4 штук. Откуда ты 50 тоннку? То есть, это нужно, чтобы у тебя в ростере стоял мех, в котором ты можешь играть в кампании друга. Извините меня, когда ты играешь, у тебя как бы зарплата за мехи, точнее, плата, она вычитается каждый месяц. То есть, держать, ну, каждые три месяца, да. И держать, фактически, чтобы поиграть с друзьями, подцать мехов, ну, такое. Ну, опять же, вопрос баланса, что ты просто берешь и притаскиваешь пачку меха подвешенных просто в золотое вооружение, когда там у друга очень куча. Тир-2, ну, такое может быть. Ну, вот, да, вот эта вот фишка, которая, на мой взгляд, очень спорная, да, это затаскивать какого-нибудь уникального меха в игру к тому человеку, который вот только-только начинает проходить свою кампанию, да. Это, мне кажется, несколько, скажем так, сделает дисбаланс между сингл-плеером и коопом, да, потому что в сингле ты не затащишь просто так уникальные мехи, уже надо каким-то образом купить, прежде чем ты ими сможешь пользоваться. Вот. И еще один момент, да, то есть, ну, как-то это все-таки для людей, которые начинают кампанию проходить только, это, по идее, должно, да, сильно облегчить им игру. Вот. Может быть, со временем... Ох, хорошо, 20-я автопушка рулит. Может быть, со временем, да, пираньи сделают какой-нибудь динамический скейлинг сложности миссии, в зависимости от той техники, которая есть в распоряжении игроков, но пока этого нету, да, поэтому притаскивание в игру кучи уникальных мехов, оно сильно облегчит прохождение. Ну, сложность миссии вообще тут очень относительный вопрос, честно говоря. Мы сейчас играем на сложностях миссии около 80, приходим на Warzone, и там первые 20 дней тылей это локусты, дыкады... Ну, есть там что-то мелкое какое-то. Ой-ё-ё-ё-ё. Видишь, что? Я ему сразу же продарявил дырку в Сантретонсе. Не, а хочешь притаскивай метку, не хочешь не притаскивай, тут как бы выжить на сколько? О, наконец-то я дошел до здания, которое нужно разрушить, первое здание разрушено Дробь сзади, дробь сзади А, двигаемся, там РД-40, а где дробь сзади, не вижу вообще никого Не знаю, где-то спереди А, вот, вижу Блин, от пипцы, конечно Вертушка сбита Кажется, я промазал оба раза Не попасть по столу, стол движется по непредсказуемой траектории Да, пони, о-о-о-о-о-о Стыкпольется реактор Говорим все, раз минус на отлично так а мне кто-то в башню засадил прикольно я башня оранжевая уже так ну что давайте теперь в центр в кратер теперь сходим там повоюем у меня пока пострадала меньше нам чуть дальше и направо это факт смена и мирные заборы процедурно генерируемая процедура генерируемая карта мне больше не напоминает не полностью генерации на самом деле какой-то аналог модуля сошка где про нее у них есть наверное определенные пресеты но часть карта в основном причем пресеты это кратера в сборе вот кстати почему я думаю что почему не в кратерах делать их пристыковывать да а так оно и есть у них есть прогенеренные кусочки из которых они собирают целую карту кусочков этих достаточно много и есть много вариантов различной стыковки попал попал взрывается ой ворот сломала стену нет и стену разрушил все отлично это все из-за несколько скажем так спорной работы радаров я на нее смотрю она много лет и на центре лобов а как вражеская цель она то есть визуально не помечает вот такая была турелика только что загасили так здесь интересы чувствуют появится ток ага появилась так стол упал спасибо двигаемся на последний объект на эти жутки но последние цели меньше чем пол километра осталось вот и нужно конечно да чтобы побыстрее уже конечно запилили в звездную карту для игроков оперативе немножечко прошивали им возможность вот ну вот чтобы таскать чужих мехов я если честно против так у нас на 200 ну похвастаться можно и скриншотики всем показать но сейчас не будет больно да ножки пострадали не сильно правда так и фаер стартер идет огнеметно-пулеметный правда боюсь что с ним разберутся быстрее чем я успею до него доехать да я угадал так откуда здесь пипца пострелял пипцой так ну все можно идти на выход чух-чух-чух конечно ац-20 страшная вещь но нужно слишком близко подходить чтобы из нее куда-то пострелять ну аж 280 метров что 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 такое это так я там развалил танчик еще один началось на вот-вот-вот они вредители вот они выжигают все ломают лес и вам показалось но я уже просто через лес проломываюсь на выход так а нам сейчас фотографию нужно будет сделать ребятушки ну блин в начале следующей миссии надо было не двигать а на плане леопарда сделаем сделаем давайте в следующий раз да попробуем сделать это если у нас получится конечно если нам это дадут сделать посмотрим что по луту удастся ли сейчас какую-нибудь мелочь затащить чтобы вытащить побольше денег да удастся нам удастся затащить целую пантеру и дальше мы возьмем пожалуй РБД-10 одна пипочная и средний лазер ну 221 урон меньше всего урона в команде я нанес вот но пушка раздает пушка раздает самое главное с ней куда-нибудь подъехать посмотрим может по следующим заданиям нам повезет немножечко больше я не хочу сейчас сделать задание против ляо так пантеру мы сначала кладем в ангар чтобы с нее все оборудование снялось ставим ее сюда отправляем на починку для того чтобы ее потом продать ну и чиним все мехи полетели в следующую систему или таки поработаем против Довиона нам еще до 9 репутаций с ними сидеть так Хиан посмотрим что здесь есть на Девиона и на Куриту уничтожение разрушения прыжок да уж пантеру разобрали за набор судя по статкам а вот дождались бы пока я до нее дойду со своей пушкой можно было бы его и поаккуратнее убить так что у нас по мехам по мехам у нас только пантера так этот мой мех сюда сейчас а че нам надо продать так газармы рынок снаряжение локус 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 755 тысяч всего продали так контракт на Девиона охота за головами против Куриты можно сделать 18 типов сальвагиона сейчас будет и плюс еще одна пита на денежке те же самые 200 тонн тот же самый примерно состав выдвигаемся загружаемся и выдвигаемся в бой кстати никто нигде еще не смог нагуглить про то на сколько чего добавляют вот эти вот единички скиллов это очень на самом деле чувствуется потому что я когда промывал сборки меха в инстон экшене там прям разница была ну в разы то есть в инстон экшене где пилоты без этих скиллов да там все гораздо грустнее получается да 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 то есть я тогда тестировал рифлмена на двух АЦ-10 БФ то есть если тут я делал очередь там при желании я у меня получалось иногда выпилить сразу два легких танчика одной очереди с двух АЦ-шек то там мне приходилось периодически делать второй выстрел там уже банально харасси так задача простая завалить все цели подозрительных локациях это то что это то что нужно поехали смотрим сразу карту направо так направо на восток сначала берем и поедем на одинокую на одиночную точку так и в конце давайте да попробуем все собраться у нашего леопарда и сделать фотографию групповую как раз уже где будем побитые немножечко да там парюханы с ободраной красочкой обожженная слушайте идет дождь я прям вижу капли на стекле кабины это здорово опа красота какая здесь есть проход нет здесь нет прохода наверное да вот через это ущелье возможно можно было бы пролезть на мелком мехе ну лучше отойти а мы угадали ага вот наша цель а может она не одна скорее всего она не одна будет да это и не точно да лучше приходи меня ковырять а так а где цель на карте она где то есть вот она да ух ты какая красота кентара на тебе двадцатую болванку у него полуторс сразу поплакел еще что-то паразит спрятался оу промазал ракетный крейсер так ребят там воздух ух щас локус щас локус закончим минус локус в столах что ж он никак не это самое что ж у него никак не оторвется то а все все наконец-то раком 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 я уже у меня уберут уже покраснели очень сильно ладно поехали дальше цели пинать дальше двигаемся прямо два километра отдыха поехали по идее две минуты мы туда должны идти по времени да если чуть-чуть на скорых 64 километра в час примерно две минуты мы должны на хорошо что нет три плюс тысячи метров и мы не на аннигилятора не ну к утру подошли наверное вот я видел скрины когда человек выходит на аннигилятор из леопарда а там тысячи плюс ты представляешь что там просто идет три километра уничтожая все на своем пути уничтожая еще не остаются патроны в концу пути ты не сомневаешь у аннигилятора патроны бы кончились у аннигилятора может кончиться все кроме патронов да аннигилятор тот тот мех который может жить столько сколько не живет а он и постарается нет феникс хок это прекрасная пожрать для моей двадцатой авто пушки главное дойти теперь до него а у 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 спайдера центр торса почти оторвало что а у 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 Феникс почти вскрыт, предлагаю доработать сначала Работа работает, Феникс Минус Красота какая Теперь вооружение не имею Что такое? Рука красная Всё, отваливаем ребят Сзади цикада И партизан, аккуратнее Партизан, накройте ракетами огнём, цикаду встречу сейчас Так, там ещё какая-то мелкая дрянь Не вижу Отлично Ух Прям в упор еболванку вогнал Отлично Прекрасно Так, РБДшечку выносим И бегом, бегом, бегом к Леопарду Но не заходим, ребята, аккуратно Нам сейчас задача будет, да, вместе собраться и сфотографироваться уже Сколько метров минимум лучше оставить 200 Так, давайте зачистим турелики, которые там стоят и будем делать групповую Вот, вот Всё, встаём, встаём вот здесь вот, вот здесь вот где вот этот вот блендаж Можно его порушить немножечко, да Ну, не подходи к нему близко Ну, не подходи к нему близко Давайте строимся на меня Становимся поближе Так Так Кто тут у нас, кто тут у нас шагает вперёд? Вернись в строй Ай, ёкарный мамай Этрик Да погоди ты Где ты, где права купил? Расскажи мне На Галатее Блин, не знаю, чем мне не нравится эта надпись 39 метров Стрелять будете? Погодите стрелять Блин, как тяжело, мышкой нужно поднять торс О, подняли Так Теперь нужно ещё чуть-чуть отъехать Теперь нужно чуть-чуть вот так вот сделать Так, ну чё, делаем скриншот Давайте Насчёт Насчёт три Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-м Я готов Насчёт три, давайте, открываем огонь из всех орудий Раз Два Три Получился полный отстой Поэтому сейчас Перестаём стрелять Вот просто, да Этрик чуть вправо Ага, всё 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 Замерли, замерли, замрите, 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 друзья. Замрите, отлично. Все, ладно, давайте выходить отсюда. Большое спасибо, снято. Великолепно, пойдем поковыряемся в луте, посмотрим, удалось ли нам взять кого-нибудь большого. Уважаемый, уважаемый, ваша репутация во внутренней сфере продолжает расти, потенциальные клиенты начинают интересоваться вашими услугами, и на звездной карте стали доступны новые предложения новых контрактов. Прощел лишнее слово, которого там не было, но, по-моему, все равно получилось неплохой. Спайдер, за что? За деньги. Угу, да. Так, пятые автопушки. Окей, вот так вот возьмем. Ну, вот уже нормально, ханчбэк сейчас урона выдал, правда, напринимал тоже неплохо. Ну, 531 урон. А можно 1М лазер взять, 2х типочный? А если у нас есть лишние, давай, бери. А мы 2 забрали. Ну, бери. И доставляете. Ребят, у каждого, в общем-то, да, то есть, как бы у каждого есть свой собственный мех, которым он может пищачески управлять. Так, и сами тогда его в ремонт ставим. А потому что штайнер. Ну, кто бы сомневался. Ну, логично. Ну, теперь можешь. Пантеру уже можно продавать, зачем я с ним ковыряюсь. Так, починка. Пантеру мы сейчас сдадим в утиль. Рынок. Снаряжение Пантера. Пантера, по-моему, она на 10 тысяч стало стоить дороже. Там, по-моему, 700 было. Она должна будет проверить, посмотреть. Оп, 10-240 у нас есть. Давайте мы еще снаряжение лишнее продаем. Потому что у нас всякая шляпа. Ну, шашка, это лежит на черном случае. Просто однажды придет время, когда ты увидишь легендарный мех, а тебе не хватит денег. Ну, тебе их нет. На то у меня есть 29 средних лазеров сейчас, 25 одиночных радиаторов, 54 прыжковых двигателя, ребят. Вот прыжковые двигатели, это очень большое НЗ иногда. А, да, но нет. Продам. Я хочу видеть большие цифры на своем счету. Да, у нас 12 с лишним миллионов. Так, ну что, прыгаем тогда на Тайгресс. Будем доделывать работку на дом Куриту. Куриты. Так, мехи поставили в ремонт? Все, все. Отлично. Прыжку готовы. Ну что, сейчас мы пристыкуемся к прыгуну. Прыгун включит движки тернии Фушиды, и мы отправимся в систему Тайгресс. Шикарно. Здесь багрим несчастного Спайдера. Ну, сейчас, если его починят, да, то сразу же возьмем его и продадим. Починили. Так, зато, да, зато наши мехи еще находятся в ремонте. Ладно, какое-то время мы еще здесь поотвисаем, не страшно. Снаряжение Спайдер-Лям 200-2000 продаем. Контракт, миссия предатель, снова против дома Девенов. Окей, все в лут, все в лут. Сейчас в игре одно из таких приятных вещей, когда мехи уже достаточно, ну, хотя бы медовые, урон вроде есть, но при этом ты еще не налутал большое количество высокотерапного вооружения, его пока еще не очень страшно потерять. То есть, да, пока можно беситься, да, и, в общем, не очень сильно заморачиваться над тем, что происходит, а вот дальше будет уже, скажем так, периодически ролять очковый фактор. И нежелание потерять кусок особо ценного оборудования, да, там, четвертого тира или, не дай бог, пятого вообще. Я загружаюсь последним в этот раз. Ну, хоз среднестатистический, всегда загружается последним. Все готово, поехали. Ханчбэк, конечно, немножечко напрягает тем, что с большого расстояния он не может сделать ровным счетом ничего. Но, тем не менее, как только он... Ну, да, нет здесь Гаусса, есть просто 20 автопушка, но все равно, да, в ближнем бою он чертовски хорош. Шо налево, шо направо, одно расстояние. Примерно одно и то же. Ну, пойдемте в город. То бишь, направо. На право пойдешь, коня потеряешь, на лево пойдешь, голову сложишь, вперед пойдешь, полбому камень стукнет. Где Санторой, и мы идем дальше. Я там ЦКДУ видел. Да, там ЦК, да. И лазером в спину стреляют. Это наша лазерная. Мне кажется, пытался спятаться за... за вышку. И ножку почти сломал. А я ханчбэк нашел. Внизу ханч. Прекрасно. Так, давайте-ка спустимся туда и, в общем, поговорим уже по-мужски. Как варенье. О, это цель. Опс. Простите. Был напуган. Угу. Уже не лазер. Да, уже, в общем, двухлазерный. Уже все. Так, это наш пролетел, да, наверное? Так, вот теперь ЦКДУ надо дожрать, а потом там бедная бегает, мучается. Да, я как-то не исправлюсь. Спасибо. Ух, еж твой клеш. Метал ягельный. Из двадцаточки при вертолета я попал, что ли? Ягер. Воу, 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 ягер. Отлично. Ребят, давайте-ка ягера мы сожрём. А ягельно убиваем быстро. Ягер поиграл. Нет. Кто-то поиграл. Кто-то не поиграл. Да, у нас сказка лежит. Мы там шпионов играем. ЦТ вскрыли. Рукой монстры лил. Вот так. Так, там еще два айта спины идут, пантера, срочно лопать надо. Ау. Пантера Минша. Ну, сзади еще пачка мелких шагов. А лучше. Так, ребят, давайте потихонечку. О, хорошо. Берем за врагу? Нет, отвалим и не сдохнем. Чего в этой игре не хватает, так это возможности шарахнуть этому лайту в лицо снаки. А может, блин, себе, просьбе. Пятый лопуст. В лучших традициях рактерха. Отлично. Так, там еще, короче, лопуст. Пазар. Да, девионовский лоремный лопуст. Это прям... Короче, сломайте ему все, пожалуйста. Спасибо. Да, я понял. Стой. Интересно, удастся ли нам залуты этого ягель-меха? Нараж. Ну, если повезет, нам хватит на новую лопу. Нет, нам не хватит. Нас, по-моему, полно всего 10 очков или 12 лута. Потому что это курита. Лормовоз. Все, я захожу, все нормально. Ну-ка, вот успел, чтобы подбить. Да, неожиданно нас так плотно обложили в конце. Но 20-я автопушка тащит. Ягера нас обложила. Обложила. Ях испугался немного. Нет, а потом обложили 5 лопустов. Угу. Ни одного меха не пришло. Не меньше надо было стрелять с 20-ки по ним. Не меньше, а больше. Ну все. Да. Лута не будет. Ой, там кому-то 20-ку дали. И 10-ку бирстфайр. Еще в 10-ку мне. Забирай. Не понимаю я вашу любовь к бирстфайру сейчас. Потому что размывается домашка. Потому что там же отдача есть. О! Смотрите. Тир-2-шные вторые автопушки. 20-я автопушка тир-2-шная. У меня, по-моему, такая же сейчас стоит. Да? И 10-я эсошка тир-3. Это вообще шикарно. Уже украдено. Да, отлично. Ну и давайте сделаем сейчас еще один контракт. Вот. И благополучно поедем дальше. Так, куда теперь? Теперь мы можем уже прыгать сюда. А здесь... Здесь все еще шестая. Здесь все еще шестая. А нам же сюжетку нужно сделать. Я сейчас смотри. Я сейчас двинусь в систему Кансу. Там есть какой-то мех. Какой-то редкий мех. Посмотрим его. И будем двигаться в сторону сюжетной миссии. То есть сюжетную миссию в этот раз мы делать не будем. Сейчас мы прыгнем на Кансу, посмотрим меха. Потом быстренько отпрыгнем в сторону Нанкинга. Сделаем то задание, которое здесь есть. И потом уже в начале следующего видео мы будем делать сюжетную миссию в Хсиене. Где ремонт в кластере будет стоить на 300% больше. То есть оттуда уже придется улетать. Ладно. Так, все все поставили в ремонт? Да, капитан. Отлично. Прыжок. Редкий ханчбэк у нас на продажу. Посмотрим, что это за ханчбэк. Редкий. Нет, это редкий. Это тот, который с 8 лазерами, с средними и одним малым лазером. Нужен кому? Ну, хорошая машинка. Опаньки. А здесь есть Ягер 6С. Забираем. Забираем и уноси. Эх, ты хотел в блокджеке покататься, да? Я хотел покататься на Ягельном. А ты будешь кататься на блокджеке. Ребят, на Ягельном в этот раз мы не покатаемся, нам тоннажа не хватит. Значит, что еще есть? Смотрите, а есть Тебушет. Я на самом деле побегаю. Есть Тебушет 5N. Две РБД-15, три средних лазера. Да, есть Квикдро 4H. Четыре лазера, два ракетных слота. Квикдро вообще не нужен. Есть Грасс Ходпер и Краб. Я даже не обсуждал, я просто брал бы Ягельного. Так, Ягер Мяг взят. Пойдемте в нем покопаемся внутря. Что здесь есть? Пятая автопушка и вторая автопушка в левом полуторсе уничтожены. Ну, это не проблема, да? Четыре, потому что у нас есть. Оставляем пятерки, снимаем двойки, ставим машинганы. Зачем? Уверен? А сколько там патронов? Я бы сделал наоборот. Я бы выкрутил пятерки, поставил бы двойки. А, кстати, ну да, либо так. Либо скрутить с него пятерки и поставить четыре двойки. И много двух. Двойка, да, и шикарная машина получится. Ну, хорошо. Давайте попробуем так. Я бы так делать не стал, конечно. Но это я. Так, на рынке у нас чего? АП-2, ИСО. Однопипочные только есть. У меня здесь одна пушка будет, двухпипочные, остальные однопипочные. Окей. Ладно, давайте тогда оставим. И вот экстракт одного из инфорсеров и копейщика трэчбакета. Лурмовоска это все-таки лурмовоска. Угу. Так, боеприпасы для второй автопушки. Сколько тонн накидать? Трех тонн хватит или побольше? Больше. Четыре. По две тонны на пушку. По две тонны. А тогда это восемь тонн. Нет, по две тонны на две пушки, ты хотел сказать. Ну, короче, посмотрим. По одной тонне на пушку, да. По двести выстрелов на пушку. Окей, 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 окей. Где у нас боеприпасы на рынке? Боеприпасы АП-2. Окей, еще купить. Пусть будет про запас. Окей. И очень, кстати, не хватает вот батлтековского рандомного распределения лук. А раз за счет него, считай, в батлтеке ты всегда раньше... Ну, у тебя всякие расходники по мелочи всегда валяются. Патроны, всякое вот это вот... Так, секундочку. Секундочку тишины. Это разные игры все-таки. Значит, остается три тонны. Поставить ли еще синки? Или все в броню? А сейчас откачка. Сейчас откачка один. Пушки генерят больше. Брони сколько? Вот, брони мало. Так и кнопочку Max Armor. Да, там армор надо. У него тоже очень хорошо урон же. Так, отлично. И совершаем прыжок сейчас в сторону системы Nanking. Здесь уже поменялись контракты. Вот Terra Firma. Теперь полетим туда и будем за дом Ляо делать контракт защиты. И судя по тому, что мы видим значки вражеских мехов дома Куриты, против Куриты же мы здесь и будем воевать. Да ладно. Не верю я в это. Прыгаем. Трэчбакет это не взял? Ну, я еще могу взять, честно, справа денег не останется. Так, хорошо. Ах, радаешься Блэкзак. Нет, Трэчбакет хорошая машина. Не из него с левой руки один медак выкрутить, он там особо не нужен. И добавить патронов в клуб. И получаем просто шикарную машину, которая в дальней поддержке. Можно заменить Блэкджека на него и взять Виккер Мейстера. Ну, сейчас решим уже, ребят, когда туда долетим. Вот туда долетим. Вот. И там уже разберемся. Так. Средний лазер с левой руки снять? Да, а где рахиница стоит? Угу. Добавить тонн боеприпасов большой. РБДшечки, да? Мы припасы РБД. Добавляем еще одну тонну. И ставим, соответственно, его на ремонт. Вот, прекрасно. Греться будет, правда, машина. Нереально. Ну и ладно, переживем, наверное, да? Все. Прыг. А теперь мы можем делать последовательные выставки, на самом деле. Потому что у нас есть практически два уже нормальных будет пособных ланса. Главных повестках. Раскидать? И доформить до максимума с Девиона на репутацию. В этой системе есть черный рынок. На черном рынке есть ничего интересного. И контракт. Да, против Курита, реально. Ляо против Курита, это хорошо. Опять же, все в максимум. Сальвак. Вкачиваем. Ну давайте, если хотим поменять. Но я бы не стал, на самом деле. У нас есть Блэк Джек. Пока он выполняет роль меха артиллерийской поддержки. А дальше, когда уже на седьмые пойдем, там уже будем использовать Ягера. Эх, а ты не хочешь пересесть? Я бы пересел на требушетика. Пересаживайся. Так. Так. Ну нам мясо нужно, ребят. Нам нужно кому-то танковать. Нет. Нет, вес не хватит. Ну тогда пойду. Ты что хочешь, на как-то санитаржина сесть? Нет, но я предлагал лормоводку. Так, ты речь, баки-то еще по щенке, нет? А, ну можно нажать кнопочку «Вейд». Не надо, поехали. Не будем тратить время просто на ремонт. Потом доремонтируем по дороге. Снежок. А это «Дефенз»? Да. Похоже на трон. А точно «Дефенз»? Здесь можно базу ломать? Не надо ломать базу. Ой, город. Чай. Сейчас начнется. Тепочка «Питбэнд Инджайенс» — это прекрасно. Восстание. Кроме того, что появление противника, 85% Коментарист. 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 Отлично. так а у нас стол в власти был отлично дробов нет не вижу пока города был дробь не там не дробь не там бегали просто да вот они вижу два метра в толпе помеха и два танка здесь идите идите еще сортир не раздавил внутри города это не сортина рукам ой там написано вошел у нас там в толпе сейчас нет в толпе кора блин по городу как надо пройти в здании упоролся бабаха идет вален даром и бабаха дошла бабах туда перворудное зло реально главное не промахнуть с другой стороны города прекрасно не считает их толстые я вижу я взял рам керриер добивал ну блин мелкая техника через город нужно маневрировать давайте город постараемся не раздолбать да я тут на углу стою может сейчас еще а танк заезжает в город аршиво чё вот в таких русских улицах ну я не думаю что они предназначены для перевозки мехов я думаю что неправильно как то это вижу второй танк но здание мешает ну да 4 процента всего это терпимо в принципе это уже не мы не надо так контакт контакт на востоке ради меня так слева 1в дженер эти кадры дженер к минусу локт перевезу он убежал в город и с ним спору зданий великолепно город пока не просыпался сильно по здоровью как бы это странно ни звучало они то что должны сделать они уничтожают город вы я щас им помогу до 3 процента это я я еще немножко в город въехал к привязыве цикаду еще танечка не делась об плохо видно он не хочет умирать я город разрушаю ребят какие-то делать ну наконец-то дожал слушайте мне одному кажется что у нас слишком много врагов здесь на квадратный сантиметр они связаны убиваем цикады драны а я эхо ты клай и 3 ты классно делаешь перед двадцаткой вылезать вот так на юге массовый респортивный помык тот слышал что тут здание на юге все застахпорился реактору цикады обматываетесь вот балкон и снес это я да так локуст цикада выхожу на открытое пространство выхожу на цикаду как и как у нее ножку то это сам как у нее ножки это плохо ах промазал обидно опять промазал что что будешь делать у меня минус шикарно осталось последний локуст фас здание сломала хоть после вас передо мной не стоять ой щас жахнет бежать бегу да очень сумбурно получилось очень сумбурно и мне кажется эта миссия была бы еще веселее если бы все были на лайках город бы вытоптали начисто на санго по луту ничего интересного но кучу средних лазеров сейчас мы наберем нам на 750 тысяч луту мы набрали не ну нормально более-менее ничего у нас получилось не очень много мы потеряли но сейчас мы видимо должны уходить отсюда куда-то в индустриальную зону для того чтобы учениться потому что здесь ремонт стоит на 300 процентов дороже и в два раза дольше поэтому нам придется выправить на систему вариант там починиться может быть чем-нибудь закупиться и вернуться обратно в зону боевых действий на это мы будем делать уже в следующий раз сейчас мы будем заканчивать постепенно что всем огромное спасибо кто смотрел соответственно ребят как обычно вас прошу особенно если вы до этого места досмотрели еще не подписались на наш канал пожалуйста нажмите на на кнопочку подписаться но поставьте большой пальчик вверх нажмите на колокольчик и всем нам будет хорошо вы будете получать уведомления о том что нашем канале вышло новое видео вот мы будем продвигаться все выше и выше в поисковой выдаче youtube а вот и вот дела ладно соответственно как обычно комментарии все пожелания предложения еще что-нибудь пишите в в комменты к этому видео на все рано или поздно обязательно отвечу ну и скоро мы снова уже увидимся в очередной серии летсплея либо по мифориор либо по батл тэху либо потому и другому сразу вот такие дела собственно для вас сегодня работала наша красно-звездочная бригада как-то бело-сине-красное сине-бело-красное красно-бело-синяя бригада да в лице на товарищи эхо файв волчек и этрик ну и фигинг тоже вот на этом со всеми мы прощаемся пока пока как это связь закончили а а